приветствую вас дорогие зрители продолжаем а наша компания прошлая серия закончилась общем на чем-то закончилась точно не скажу и так я пропустил ход и меня ожидал вот такой интересный сюрприз атаковали вражеские войска восточно-римские мятежники восточно-римские мятежники и город расположен за но через один мой город то есть как они сюда добрели для меня честно говоря это открытие вообще всегда думал что вот такие вот минорные минорные фракции они как бы не передвигаются за пределы территории своих поселений но нет вот такой вот сюрприз то есть я вам потом после боя покажу откуда они пришли кто смотрит летсплей приблизительно понимая вот у них войска побитые соотношение в целом как бы против нас сами видите да нас 354 человека и 958 у нас как бы есть башня но я не думаю что она прям сильно мне поможет в данном сражении единственное что если мы только не убьем при помощи анагра бастионного самого полководца что маловероятно но попробовать можно или попробовать устроить засаду у нас есть сарматские катафракты которые хорошо наносит хороший урон в чарже и у нас есть сарматский боевой отряд который в целом тоже может сыграть нам на руку ну в общем что чего ждать да в бой и так интересно на самом деле поселение давайте посмотрим на карту то есть поселение на базе обычного городка помните наверное были у нас сражения таких поселениях только без вот этих вот стен ну как бы интересно на самом деле я честно говоря впервые вижу такое поселение видите тут даже такое вот это неудобно для обороны если бы я атаковал это поселение да а можно было бы отвлечь врага именно с этой стороны расположить свои войска допустим тех же самых лучников или какие-то стрелковые отряды зависит на вот но вот эту возвышенности всех просто врагов расстрелять но наш враг расположен на вот с этого фланга бастионный анагар вот мне интересно куда я вообще могу поставить его наверно поставить где-нибудь здесь сколько как я рад ребята спасибо ну или здесь да то есть вообще шикарно тут а нет вот есть еще точка для расположения нашего армагара полководец стоит впереди то есть как бы теоретически да может получится по крайней мере настрелять ему хорошенько может быть даже и убить это было бы вообще великолепно флот 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 я буду высаживать вот так поставим кто такие кстати корабль ближнего боя оландские грабители понятно войска тут я смотрю вообще не там вот ближайшие ворота то есть так вот проходить но как бы это и хорошо и не очень хорошо потому что арбалетчики мне смогут набрасывать во флаг единственное могу как ему то здесь наверное поставить наши отряды а у них она есть поэтому они переживают на тему как им зайти вот тогда тогда я наверное лучники пускай станут здесь катафракт я спряту тут я рассчитываю на то что все таки сюда не будут доставать вражеские анагры хотя они прекрасно сюда достают так вот тоже дальность рыбы наших башен но пускай тут станут катафракты вот эти ребята станут где-то тут теоретически можно затащить нет тут у меня конечно полководца это очень приятно но тем не менее так и что еще баррикады да мы можем тут где-то поставить где бы их так поставить чтобы они сыграли какую-то маломальскую роль в этом сражении ну давайте допустим вот так поставим а еще одни машину я могу расположить или я ошибся да нет вот они стационарные машины ну что он еще баррикады я поставил как бы и все оттуда мне что-то скажете что 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 ничего не говорят то есть ну якобы мы их поставили ну да тут других вариантов нет большой расчет на то что башни много перебьют врагов у них побитые войска то есть копейщики тут комментацкие потрепанные кавалерия есть тоже потрепанные основные силы это арбалетчики под которых не надо подлазить и вот эти вот два даже три отряда бойцов ну ладно давайте попробуем посмотрим что из этого получится сразу по полководству кидаем понятное дело анагры тоже сейчас будут бросать по нашему анагру ну я рассчитываю на то что все таки мы тут как-то что-то если конечно мой анагар сейчас не снесут с одного залпа что вероятность большая ну пока не снесли и вроде бы так нормально пойдет а вот так вот они превосходят нас а кстати где мы мой флот из какого перепуга они нас превосходят число мне что подкрепление не вышло не знаю бац анагра нету и да башню снесли ну полководца мы чуть-чуть десять человек отстрелили хорошо ладно что они нам предложат скорее всего они сейчас будут башней расстреливать нет нет не будут будет великолепный тупняк весь бой нет они там куда-то пытаются стрелять они наверное пытаются разбить тут укрепление так кстати ребятки давайте попать сюда ну пускай пытаются в общем я думаю что мне это как бы на руку пускай пробьют сейчас тут брешь в стене попытаются атаковать единственное что меня напрягает это конечно же арбалетчики но да так вот оно случилось если сейчас грамотно сыграть почему то у меня стена проломлена да хорошо стена была проломлена они хотят наверное вот еще разбили стену короче говоря пока они не выстрелят весь боекомплект они не успокоятся ну давайте посмотрим как долго это будет происходить подожгли мне город негодяи последний залп судя по всему все началась атака так ну арбалетчики конечно это напрягает оу странные ребята куда вы пошли не они хорошо пошли меня все устраивает давайте ребята давайте обходной маневр идите вот там вот и вот до той самой последней башни мне этот вариант устраивает на подходе да там еще один анагар у него живой остался они же вроде бы одни пришли или я что то пропустил в соотношении сил непонятно ну анагры все а они еще отстреливаются вот сюда по всему приползли еще анагры так лучники уже пошли лучники пошли под башнями гулять успешно гуляют ребята я так думаю что сейчас мы башни чуть-чуть под расстреляем этих товарищей моих не видят это хорошо я пока не буду тут ничего предпринимать пускай они ходят под башню меня устраивает такой вариант такой разворот событий вот это анагры конечно ломает этот город беспощадно да вот они могли вот этих товарищей увидеть видят вот этих товарищей отступая пускай они там загоняются за ними в башню вы вообще стреляете? да стреляют вполне себе так неплохо они засекли вот эту кавалерию каким образом вообще не могу понять как то вот они засекли давайте наверное ускорим немного прокрутку ай вот кого они засекли уходим отсюда и засекли вот этих ребят тоже ребята уходите отсюда уходите вот это сюда пока вас не отстреляли пускай эти товарищи под башнями гуляют что то они спрятались решили наверное отстреляться своими баллистариями а потом я так подозреваю будут что то предпринимать ну пускай отстреливаются вы видите там отряды баллистариев были почти полные но сейчас уже как бы не совсем они полные и в целом получается довольно таки неплохо так вроде никого тоже нет поэтому я думаю сейчас наши башни перебьют ну короче говоря да такой серьезный тупеньяк со стороны компьютера куда то они там побежали что то задумали ну хорошо хорошо меня это устраивает если они сейчас еще будут руками ломать вот эти ворота ну да башня просто этот анакар отстрелялся поэтому решили тут забегать запрыгать и что то будет вот один отряд уже баллистариев готов сдаться второй я думаю тоже не заставит себя ждать долго обстрел идет по крайней мере под башнями я знаю как это ходить под башнями поэтому думаю сейчас тут все будет хорошо так теперь ребятки давайте наверное вот эту позицию занимайте попытаемся сейчас отстрелять вражеские проселение горит какого тут уже сгорело все что могло гореть все уже сгорело катафракты катафракты по хорошему надо поставить так чтобы они нанесли удар именно в лоб поэтому катафракты я подведу сюда вот этих ребят я подведу сюда лучники я думаю тут неплохо будут работать мы обнаружили засаду так кого-то забыл вот этих ребят подтягиваю ближе посмотрим как будут арбалетчики на меня реагировать ну пока никак они не реагируют поэтому можно подтянуть лучников гомных ближе а вот задрожал отряд арбалетчиков они под башню тут попали под обстрел башен тут я думаю сейчас копейщиков мы хорошенько набьем набьем им хорошенько стрелков стрелков плюс еще и башни тут две работают ну да я честно я думал что мне тут настреляют хорошенько но судя по всему наверно не случится этого и да наверное все таки тут победа будет за нами ну коментарские копейщики недолго тут продержатся я даже не буду акцентировать на них внимание я попробую расстрелять арбалетчиков ну давайте давайте сейчас посмотрим так первый отряд уже разбежался эти товарищи тоже во фланг получают ай ай вот арбалетчики вот это вот уже не вариант вообще арбалетчики это плохой вариант очень плохой вариант то что они мне так настрельнули неплохо лучники давайте наверное вы сюда поработать немного катафракты я буду спускать на что-то значимое хотя вот катафракты уже можно запускать тут режим перестрелки отходите ребятки отходите да наверное катафракты уже есть смысл бросать на врага ай ай не бейте меня нам не надо чтобы враг захватил вот эти вот укрепления наши башни ни в коем случае я думаю сейчас мы на чарже этих там несчастных добьем тут мы можем ударить вот так вот кстати они открылись немножко я думаю что мы тут сейчас работаем хорошо конные лучники пускай лупят кавалерию тут мы сейчас арбалетчиков чуть-чуть чуть-чуть так попытаемся потрепать правда не получился у меня чарж но это не страшно я думаю если тут как бы не допускать ошибок серьезных то в целом я думаю у нас все получится давайте наверное будем понемногу пытаться атаковать врага так на копейщика мы не будем налетать катафракты тут лупятся в целом нормально конечно несут потери из-за того что отсутствует чарж у них отсутствовал вот поэтому да ну под баснями в любом случае я думаю враг не выдержит этих сейчас ребяток надо догнать а то они как-то побежали нашего поселения тут мы сейчас поможем катафрактам немного тут тоже помогаем конные лучники пускай сюда помогают катафракты ну выходить ну давайте попробуем вывести враг пробился к стенам вот не знаю конечно как это получится ли да по всему не особо получается наши люди отчаялись ну ничего отчаялись сейчас все это пройдет тут попробуем наверное все таки конными лучниками прорваться вперед полководец еще жив да я говорю что как бы вот ожидал что я тут солью бой потому что как бы серьезные войска у римлян но так смотрю что надо с арбалетчиками разобраться и как бы все будет хорошо не хорошо брожать единственное что то я перестарался и растерял всю свою кавалерию вот это было конечно глупо надо было оставить хотя бы один отряд хотя бы один отряд Потому что арбалетчики меня сейчас размолотят Как быстро меняется ситуация Ну что ж, будем маневрировать Башни наши, как они вообще работают? Вот эти товарищи, я смотрю, пошли Ну хорошо, давайте мы пойдем ближе к центру Вот так А, я поставил свое укрепление так великолепно, что Теперь оно у меня составляет трудности, да, передвижения Ну, с другой стороны, давайте Пока они сейчас побегают, их башни еще расстреляют Вот, врагов все меньше и меньше Я пока не буду своим отрядом лететь вперед Да, надо было оставить один маневренный отряд кавалерии, чтобы перебить арбалетчиков Арбалетчики тоже, я думаю, недолго продерживаются Вообще враг, я думаю, ну, очень-очень низкая вероятность того, что врага получится захватить это поселение Даже ускорю прокрутку Пускай они даже эту башню сейчас заберут Тут еще четыре, ну, две башни Тут две башни То есть, как бы, шансы невелики, скажем так Надо очень сильно постараться, чтобы Минус один отряд Сейчас полководец уже подустанет бегать Вот это вот Давайте Вы вряд ли тоже заберете ворота Отлично Ну, максимум они снесут эту башню Это все, на что они способны Давайте еще мы больше Ускоримся 40 человек осталось от отряда полководца Я возвращаюсь обратно Вот так вот будут даже атаковать Ребята, чтобы вас старащат немного Атаковать вот этот отряд арбалетчиков И выманивать параллельно вот этих товарищей Под свои башни Все, можно успокоиться Оп, еще чуть-чуть их напрячь Опять успокоиться Что вы хотите стрелять? Да, готовятся к стрельбе Даже больше того, что их стреляют Ага Ну, давайте поможем вот эту башню Этому отряду сейчас успокоиться Этот отряд вряд ли выживет Сейчас его башни доработают Я думаю Главное, чтобы меня не доработали Да? Нет Я не буду рисковать Хотя я смотрю, что они пошли К центру поселения Ну, чего же тогда Пойдем за ними следом Как бы тут, наверное, сильно устали Да, уставшие бойцы Плюс нас еще обстреливают Ну, это ненадолго, как бы Но все же неприятно 38 человек Нас 84 Сейчас мы этих ребяток быстренько порубим Ага Тут еще одна башня Да, полководца Кромсает Ну, теперь можно догнать И полководца Это что такое? Да, мятежники, конечно, тормозят Серьезно Скажем так Но сломали мне город Придется сейчас его чинить Ну, и опять-таки Это звоночек О том, что надо укрепить поселение Возможно, даже отстроить Еще один уровень укреплений Было бы неплохо Вражеский полководец погиб И я думаю, что Тут все понятно уже Все, отлично Победа! Победа! Первая победа, нам говорят Да Итак, победа Неожиданная для меня Я думал, что я солью это поселение Придется его идти отбивать Но, тем не менее Убиваем друг всех И смотрим на итоги хода Я думаю, что сюрприза уже больше быть не может Восстание В Македонии Опять И где вы тут такие Понятно Противник погиб в битве тоже понятно Естественная смерть Нутыш Это, наверное, какой-то агент наш Мордауса не хотят пускать на должность Указом его посадим А Нутыш Это, судя по всему, наш военачальник Агент Смотрим Повышен ранг Нидин Тулугаль Это какой-то агент Да Это агент военачальник Тут у нас, как бы, понятно Все, мы уже заапали Тут тоже делаем ему Всякие разности Вот этот агент Синг Разоблачен А, ну да Тут же у меня такая ситуация Интересная Складывается Так, это предфронтовой город Высадить я отсюда войска не могу Тут я могу Единственное, что Что у меня тут Понятно Вот это точно сносим Окончательно Хотя, с другой стороны Можно было бы перестроить Но Портовый город Не очень Хочется этим заниматься 13 тысяч нам приехало Перестроить Нет, не буду перестраивать Вот это могу перестроить А что у нас тут по продовольству Минус 20 Ну, неудивительно, да Кто-то ест это продовольствие Так Тут у нас, как дела 19 из 20 И анаграф нет Беда Беда Выйти пока Из кизика я не могу Потому что У меня тут вообще Никакого гарнизона Ну, есть Но я не считаю Это гарнизоном То есть Вот это Морскую Вот эту вот всю Компанию Я не выдержал Так Починим Вот это поселение До начала Не буду я ждать Пока она сама Отремонтируется И вот Вот откуда Они пришли Могу Предположить Что это Случилось Вследствие Каких-то Боевых Действий И Войска Мятежников Вытолкнули На мою территорию Но я не помню Чтоб они где-то Здесь Слоцировались Поэтому Адекватно Я думаю Реально Предположить Что они просто Тупо Могут Передвигаться По карте В свободном Направлении Куда им удобно Вот И Как бы Захватывать Другие поселения Без проблем Хорошо Ладно Первая победа Тут понятна Абазгов О Вот как Химьяр захватил Несибис Теперь Возможно Нет Хотя вряд ли С Химьяром Я смогу торговать Да Пока не могу Отношения у нас Почему-то Ухудшаются Почему Культура Конфликт религии Договоры с Абазгами Ну это Минимум нам дает Но если я С ними Начну войну С Абазгами То Как бы Химьяритов Я могу Склонить На свою Сторону Вот Но опять Таки Мне надо Уничтожить Абазгов Чтобы лично Я Убил Чтобы у меня Плюсик В зачетку Пошел Что я Уничтожил Очередную Фракцию Так Тут товарищи Восстанавливаются Тут у нас Минус по Лояльности Но я думаю Что Ненадолго Поселение Сейчас перестроим И я думаю Что по чуть-чуть Это все дело Будет восстанавливаться Эти товарищи Бегут В Танаис Этот товарищ Бегом В припрыжку Бегом В припрыжку Несется А вот Прямо Наверное В трапезе Несется Ну вот Сейчас тут Если я его Так вот Отправлю Нет Так Мне не нравится Мы его тут Флотом Вот так вот Садим И переплываем Сразу мы Оказываемся В трапезе В трапезе Мы оказываемся Великолепно И И Мы двигаемся В направлении Анкира Оу Тут мы можем Даже апгрейдить Нашу кавалерию Давайте Конечно Так и сделаем Вот у них Подковы Появились И двигаемся Дальше Сразу же Не останавливаемся Нам надо Азию Отсюда Убрать Азию И вот этих Вот ребят Тоже Они Я смотрю Не решились Атаковать Нас После того Как я пропустил Ход Они остались На месте Стоять И видимо Их все Устраивает По Хитрости Этот Товарищ Что скажет Пять Хитростей Мало Да Я по-моему В прошлой серии Это уже Изучал Этот момент Налет Коринф Македония Тут Тут я Сейчас Подсвечу Это дело Агентам Интересно Где тут Вражеские Войска Стоят Свердо Стоят Я смотрю Они уже Урегулировали Вопрос С продовольствием У них Восстанавливаются Войска Можно Попробовать Нет Нельзя Подойдем К Салоне Тут Судя По всему Прогнали Прогнали Гунна Хотя Честно Говоря Мне Мало Слабо В это Вериться Почему Потому что Гунны Они такие Ребята Настойчивые Поэтому Попробуем Деньги Пока есть Тормознем Вот эти Армии Провал Ну Не страшно Главное Что его Не Поймали Не убили Вот Еще Плывут Ребята Ребята Плывут Это хорошо Тут Я отгоню Вот эти Войска Ставлю Кстати Под удар Фессалоники Потому что Вот эти Ребятки Могут Оттуда Запросто Выплыть И Забрать Себе Фессалоники Вообще Без проблем Тут у нас Набрались Армии И Ну Как бы Да Я могу Просто Разгромить Вот эти Войска Если Я Подойду Сюда И Буду Атаковать Город Своим Флотом Так Это уже Не король Да А где же Король Король Ты где А Вот Где Король Убежал Он Набрал Себе Полный Стэк А Так Это Меняет Меняет Положение Дел Да Значительно Меняет Так Сбегаем Агентом Тут Немножко Вот так Подсмотрим Как тут дела Король Сам Король Тут Полудохлый Вербует Войска Так Посмотрим Что у нас Тут еще Потеря В окружении А Ну да У нас же Помер Ну ты То есть Я могу Набрать Себе Агента А где Я могу Взять Тут я могу Взять Себе Воителя Тут Наверное Могу Нет Тут тоже Не могу А вот Здесь могу Ну отлично Военный Советник Авторитет Пс1 Благоносец Сплоченность Плюс 2 И еще Один Флагоносец Да нет Наверное Возьму Пускай Будет Авторитет У меня Сплоченность Не особо Нужна Найм Потеря В окружении Возведены Постройки Снов Кстати Колония Это где У нас Это мы Кизик Тут сносили Баня Тоже Кизик На сезонные Условия А вот Возведены Постройки Вот это Интересно Торп Мы где-то Перестроили Отлично Тут Азия Понятное Дело Тут у нас Проблема С новым Поселением Агент Разоблачен Нанят Агент Шесть тысяч У нас Есть Плюс Пятьсот Плюс Тысяча Продовольствие У нас Тут Семьдесят Семь И Как бы Да Плюс Тысяча Очень Даже Красивая Цифра Мне нравится Общественный Порядок Здесь Улучшается Неплохо Загрязнения Правда Растут Ну с загрязнениями Я думаю У нас тут Вообще Все красиво Поэтому Три семьсот Мы сюда Вкладываем И Танаис Мы вкладываем Да В развитии Этого Поселения Так как Оно у нас Такое На границе Находится Я уже Позабочусь Хотя бы Об этой Границе Далее Эти ребятки Пока Тут Сидят Тут Мы все Пораспускали Наемников Вот с этими Ребятками Конечно Было бы здорово Восстановить Вот это Поселение Я наверное Так По итогу И сделаю Правда У нас Тир Возможно Останется Под ударом Со стороны Вот этих Товарищей Мятежных Но Это Я думаю Временно Будет Надо Немного Просто Денежат Подокопить Так Тут Ребятки Тоже Сидят Как-то Вот Криво Косо Надо Разобраться С И Перепрыгивать В Италию И захватывать Вот эти Города Азии Тогда Оно Будет Как бы Попроще Тогда Я смогу Если я Заберу Вот эти Два Поселения Сиракузы Остаются Сиракузы Остаются За кем За маврами С маврами У меня По моему Отношения Хорошие Я даже С ними Торгую Да Ее Отношения Улучшаются Кстати Гунны С базами Нет смысла Говорить Уже Надоели Они Не хочу Гунны Что я далеко Подлистал Наверное Да Гунн С гуннами Отношения Ну чуть-чуть Улучшаются Но Я думаю Что Вряд ли Они Решат Решатся На атаку Да Они недалеко Стоят Западно-римскими Сепаратистами То есть Вероятнее всего Или Дакия Будет попадать Или Западно-римские Сепаратисты Но Кто-то из них Точно Будет попадать Еще интересно Мне тут Что происходит О Гунны Тут Все Сожгли Вот Вот Такая Вот Штука А здесь Еще Наверное Сидят Свебы Свебы Вы там Сидите Еще Нет Они там Не сидят И Калидонцы Ну Ну Придется Воевать По итогу С Калидонцами Калидонцы Вы где Калидонцы Вот они Где Да У них Большое количество Земель Захвачено Тут Мавры Еще О Мне еще Придется С маврами Воевать По итогу Потому что Мне По заданию Надо Захватить Вот здесь Галию Аквасек Стия И Весь Регион И Еще Один Регион Это У нас Лузитания Которая Принадлежит Маврам Да То есть В любом наборе Мне с маврами Воевать Но я не думаю Что это Серьезный Противник Будет Я больше Все таки Опасаюсь Насчет Гуннов Что они Все таки Развернутся Против Нас Так вот Тут я уже Догнать Никого Не могу Македонцев Которая Но Им на следующий ход Уже Все Их тут Не будет По деньгам У меня Уже Тут ничего Нет Теперь Осталось Организовать Грамотный Штурм И штурм Этот Грамотный Я думаю Так Вас тут 11 Тут Нас Тоже 11 Плюс Еще Тут Гарнизон Сидит Неслабый Но Если Допустим Отсюда Выпрыгну Плюс Три Лояльности У меня Тут Сейчас Надо Перестроить Это Поселение И Ну Как бы Можно Можно Устроить Допустим Мы Осаждаем Этот Город Допустим Такой Тест Драйв Нет Ну Понятное Дело Что Мне Сейчас Противопоставят Хотя У них Флот Вообще Сумасшедший Как Вы Видите Одни Аната Мы Блокируем Чтоб Они Уже Никуда Не Удрали И Мы Атакуем Еще Пехотой Вот Отлично Как На мой Взгляд По Моему Я Ничего Не Упустил Ночная Атака Мне Дает Небольшое Преимущество Но Так А почему Аж Два Хода Мне Надо Что То Попроще Мне Надо Что То Попроще Допустим Лестницы Еще Раз Лестницы Нет Два Раз Лестницы Не Прокатывает Да Тоже Держим В Осаде Я Думаю Что Вот Тут У нас Никого Нет Давайте Сбегаем Посмотрим Нету Никого Попытаемся Тормознуть Короля Критическая Критическая Неудача Ну Это Конечно Печально Ничего Не скажешь Но Как Есть Вот У нас Тут Воины Агафирсов Появились Так 165 189 Нет Поскольку Можем Еще Добираем Вот Эти Отряды Ремонт Идет Но В целом Вроде Ничего Не пропустил Жаль Конечно Что Башен Нету Я Здесь Поставил Такую Староживую Хоть тут Все И сожжено Но Тем не менее Было бы Намного Приятнее Это все Лицезреть Так Ну Вроде Бы Все Я думаю Можем Пропустить Ход Ничего Я не пропустил Азию Мы конкретно Так Прессуем Тут Ну Фессалоники Возможно Под ударом Хотя Вот Эти Ребята Вряд ли Куда-то Бегут Да Так что Пропускаем Ход Итак Азия Высланная Деблокаду Морскую Деблокаду Вот У них Преимущества Да Значительные Как вы видите У меня Вот такая Штукенция Образуется Да я Пожалуй Отступлю Я Думал Так долго Смотрел На эту картинку Думал Атаковать Их Но Принимать Вызов Или Не стоит Большое Количество Анагров Которая Как бы Само по себе Проблема Небольшая Но Если они Дадут Залп То Мои корабли Будут Разлетаться Очень быстро Они попробуют Снять Блокаду Посмотрим Что они Будут Делать Дальше Возможно Они пойдут Освобождать Свою Бывшую Столицу Возможно Нет Они Не решились На этот Шаг И Зря Потому Что Эфес Я Сейчас Возьму Римляне Тут Что-то Бегают Сепаратисты Римские Гунны Видимо Им дали Немного Расслабиться А может И нет Вот Я вижу Один Побитый Отряд Все-таки Они Атаковали Гуннов Наверное Вот Я вижу Тут Орда Стоит Гуннов Но Это Дело Времени Гунны Задавят Западно-римских Сепаратистов Небрачный Ребенок Мордаус Опять Мордауст Срок службы Самбида Губернатор Русса Худан Полков Ну Короче Понятно Сейчас Надо Попытаться Как-то Грамотно Так Востание Неминуемо Азия Мордаус Верность Плюс Один Мордауст Наш Давайте Я сейчас Разберусь С должностями Ну Сасас У нас Губернатор Правильно Причем Он и губернатор У нас По-моему В Константинополе Да Сасас Однозначно Никуда Уже Не идет Я так Вижу Этого Товарища Никуда Не посадим Лика Посадим На Должность Судьи Это тоже Не вариант Влияние Богатство Та-та-та-та-та Но Нет Как бы Полководца Туда Сажать Арготас Тоже Никуда Не влазит Я смотрю Этот товарищ Тоже Никуда Не садится Губернатор Мардаус Вот Точнее Дружинник Он у нас Уже Дружинник Полководец Что-то Да У меня тут Беда С Должностями Самбито Ну Будешь Судьей Значит Самбито На должность Судьи Идет Русса Туда Ж Гар Вояка Ну Да Эти Ребята Вообще Никакие Должности Не смогут Занять Гар Ну Старейшины Куда Гар Ничего Давай Старейшин Аспамитар Тоже Старейшина Спарагомир Тоже Старейшина Тигран Тигран Никуда Гар Дружинник Садис Абразеос Дадан Аплая Какие-то Новые Имена Ну Как-то Так Больше Я никого Смотрю Никуда Не могу Уже Впихнуть Все Какие-то Хиленькие По влиянию А у Старка Минус Один Верность Плюс Два Распортство Контроль Ну Да С контролем Небольшая Беда Возникает Лик Лик Ну Садись на Должность Дружинника Тут Вариантов Нет Пока Так Мада Это Кстати Что На Зачем Явление Заход Плюс Два Хитрость Нет Лик Ты Наверное Пока Подожди Накопи Личного Влияния Потом Мы уже Будем Что-то Думать Сидим Итак Осада Началась Азия Блокада Установлена ФС Азия Блокада Снята Налет Коринф Макетония Так Ребятки Хватит Вам тут Бушевать Мне вот Интересно Куда Вы захотите Убежать Никуда Вы не захотели Убегать Это Приятно Это Радует Автор Расчет И Прыгаем Естественно Обратно В Каринф Теперь У нас По лояльности Тут будет Уже Плюс В этом Регионе Смотрим 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 Вход Вход Непонятно Снос Завершен Греческий Алтарь В Кизике Да В Кизике У нас Сейчас Будет Мятеж Ну Какой Верность Верность Отлично По нолям Верность Я думаю Чуть поторопился с подкреплением. Подкрепление мне тут не особо надо. Что у вас тут в гарнизоне сидит? Ну, главное, лучников немного. А так все остальное это ерунда. Вот этих ребят мы пробьем. Тут то, что высадится высаживаться особо нечем. А ну-ка, допустим. Но ночная атака не даст небольшой плюс. Но вот эти ребята все придут. И придет только мое подкрепление. И я думаю, что это нормально. Я не очень хочу сражаться сейчас на два фронта. На море и на суше. Пытаться что-то выдумывать. Пускай это будет ночная атака. У нас небольшое все-таки преимущество появляется. И я думаю, что все же преимущество на нашей стороне. Вот. Поэтому будем атаковать. Бой. И так, сухая погода. Ждать нечего. Начинаем развертывание войск. Так, 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 так. Флот. Флот будет где-то там вылазить. Смотрим, какие стены нам больше всего нравятся. Здесь хорошая стена. Но здесь и подкрепление флота вражеского очень даже близко будет выходить. И она нас могут расстреливать. Тут тоже куча башен. Одна другую кроет. Неудобно. А тут куча башен. Но вот эти башни разрушены. О, как интересно. Вот это действительно приятная новость. И в соответствии с этим да принимаем решение, что мы будем карабкаться именно на с этой стороны. Единственное, что здесь две лестницы станут. И здесь две лестницы прям под башню станут. Но а нагры, боюсь, будут достреливать сюда. Но ладно. Я тем не менее рискну. Тем не менее я ну нет, не буду я наверное торопить события. Пускай лестницы пока стоят вот тут наготове вдруг. Вдруг что даже вот так пускай станут. Да. Сюда я думаю лестница не залезет. Тут тоже нигде не станет. Сюда максимум две лестницы мне кажется влезет. Кавалерия наша. Кавалерия пускай не тут становится. Начинаем сражение. Да. Враг будет высаживаться у нас во фланге. О две лестницы тут влазят. Анагры сюда не достанут. Но анагров много. Анагров много это как бы даже не страшно потому что они в сухопутке воевать вообще никак не могут. И так как у нас нет башен то я могу смело подтянуть сюда пиктуру свою. Не спеша ребята не тратим силы спокойно топаем можем ускорить прокрутку и кстати боевые псы чтобы они не скучали выходит под крепление поэтому мы будем сейчас ловить ловить больно очень больно. лестницы пока разгружать не буду потому что потому что неизвестно ну вдруг тут сейчас что-то сожгут да к примеру зачем это нам надо боевые псы пускай отрабатывают лучника боевые псы пускай отрабатывают вот этих ребят какие-то рубаки там они суровые боевые псы пускай отрабатывают да всех подряд отрабатывают просто тут даже особого значения не имеет уже на кого именно я их спущу просто вот этот кулачок войск на вражеских пускай они сожрут и еще один отрядик на полководство все пускай они спускают собак я думаю что все тут будет хорошо лестницы прекрасно выгрузятся здесь боевые псы сейчас прекрасно выгружаться будут именно по врагу вот там что-то лучники захотели пострелять но что-то кажется что-то ненадолго у них это все затянется боевых псов я отложу тут мы спустили да собак по-моему да спустили нет ребятки отходим вы тоже отходите и вы тоже отходите все вот эти ребятки давайте топайте на ускоренном марше уходим отсюда надо было кого-то сюда бросить ну ладно тут у нас сейчас вот эти товарищи бросят укрепление и понесутся ай-яй-яй кто-то там меня обстреливает а это пионы вражеские шар да я думаю что вот эти отряды врага каким-то образом боевые псы ай-яй-яй догнали сюда по всему ну как бы все я думаю вот это подкрепление сейчас будет сожрано боевыми псами а остатки его мы добьем уже непосредственно в городе то что нам тут пионами накидали ну честно говоря я особо не переживаю на этот счет потому что тут сейчас заруба будет веселая и в большинстве своем бурак пострадает очень сильно ну даже не то что прям очень сильно они просто потеряют свое поселение ребятки вперед давайте чтоб тут яка не было мы будем просто по два отряда кидать сюда тут тут на чарже конечно нас снесут но кто-то из наших там прям все бросают пилу ну куда не известно давайте посмотрим куда-то очень далеко кого они целятся тоже не могу понять ну пускай один отряд у меня сейчас разбежится но опять-таки это ничто по сравнению с взятым городом стоп вот вы пилу мы возможно кстати пилу мы полетели именно в спину нашим союзникам ну такое делает не страшно кто-то нас обстреливает только не пойму не могу понять кто а ну это боевых псов наших башни ну пускай расстреливают бывает всякое так вырубаем вот этих всех товарищей тут эти товарищи наши тоже смотрю дрожат давайте пойдем на помощь давайте все вместе полководец полководец пускай подтянется как можно ближе один отряд лучников я думаю что прям в составе такую большую проблему башня не работает поэтому я думаю мы тут сейчас разыграем это сражение вполне себя достойно боевым кличем еще опустим мораль боякам вражеским вот уже какие-то отряды задрожали поливает нашего полководца наверное отойду я все таки я думаю тут уже достаточно наших войск на стенах которые сейчас успешно будут справляться с отрядами врага полководцем пока да можно отойти тут тоже можно было бы конечно стартануть на эту стену но не знаю честно говоря башню смущает ребятки давайте вот все сюда вот кроме вас вы сюда и вы вот тоже сюда добиваем вот это то что тут осталось сюда по всему там какие-то собачки просочились за стены не все враги зашли за стены поэтому сейчас сожрут так кроме вас и вас вы все сюда вырубать вот этих вот дядек идете лучники ну лучники то такое дело один отряд это опять-таки не проблема вы ребятки давайте давайте я даже ускорю прокрутку потому что честно говоря ты сейчас возиться с ними завершить героическая победа не знаю вообще ну оценка как всегда веселит вот так вот мы закололи войска в фессе потеряли два отряда тридцать одного человечка потеряли ну естественно убили все разграбить оккупировать у меня так смятеж уже будет да возграбить оккупировать плюс еще постройки я буду сносить в этом поселении смысла нет их сохранять минус 55 лояльность спасибо перестраивать это будет слишком дорого рыбацкие причалы тоже сносим вот эту постройку интересно оставим стали плавильня а ну о вот это вот приятная новость 1700 не страшно а по войска это нам нужно это чиним это чиним даже не переживаем насчет того что это стоит много денег но тем не менее так постройки снесены кизик у нас сейчас под ударом кстати агент у нас тут заскучал агента можно отправить наверное вот сюда в Каринф в район Каринфа хотя вот тут у нас нет агента зачем далеко идти пускай идет в Сертику садится тут у нас повысился повысились войска как бы стандартно их прокачиваем вот на очереди Сенада на очереди Сенада Кесария что у вас тут с гарнизоном вот так не очень тут еще меньше поэтому поэтому мы перепрыгиваем наверное а зачем мне куда-то вообще перепрыгивать если я могу просто Сенаду взять прямо сейчас танкиру и Кесарию для того чтобы взять Анатолий нужны анагры чтобы взять их сразу за один ход анагры у них нету набрать они сейчас прямо сходу не могут поэтому я просто беру и вот так сходу убираю да без разницы мне на этот мятеж максимум в одном поселении я потеряю после пропуска хода но опять таки это просто ничто по сравнению с тем что я приобретаю это все сносим сносим перестроить во что ну кстати да тут по итогу можно будет перестроить вот это здание поэтому починить полторы тысячи меня жаба дает не буду чинить я вложусь лучше в исследовании конные налетчики заменяют конные налетчики с мечами ну вообще на самом деле интересно посмотреть на этих дядек но где наши регионы которые будут развиваться в экономику тут у нас что 40 пища плюс 40 от торговли у нас пищи 70 вот тут можно построить нет не кузницу а давайте еще раз посмотрим кто у нас максимум дает или для костарезов 2000 общественный порядок загрязнения еще минусует нам 900 900 1250 1250 по всему том костареза однозначно и перестраиваем тут что мы сможем 4500 а тут сможем 5600 давайте перестраиваем и продовольствие 72 еды построим у нас вот это по-моему прибыльная штука но с другой стороны не мешало бы укрепить вот этот регион а с продовольствием у нас в этом регионе тоже 52 неслабо тут перестроят 7 почему такие а потому что до губернатора нету поэтому такие цифры вообще сумасшедшие ладно посмотрю в других регионах что мы можем на 2000 организовать а ничего я думаю в других регионах мы абсолютно ничего не сможем построить на такие смешные суммы так тут у нас 72 тут 70 как бы плюс 20 плодородие вообще по нолям а тут плодородие плюс 14 плюс 6 так тут 26 46 34 но выгоднее всего вот эту штуку построить а по деньгам по деньгам выгоднее всего по моему вот эту штуку устроить но тоже мало 200 грубо говоря копеек тут 172 ну так вот эта штуки это самое оно баски пока молчат химьяр почему-то страдает что-то у них с продовольствием беда о тут веселье назревает надо подготовиться к этому делу 55 тут 62 56 сторону ближнего боя 40 32 усиление натиска ну кривые конечно воины афирсов я наверное лучше хотя бы 1 отрядик наберу боевых псов Армения все так же не сдается скорее всего база сейчас раздавят если их раздавят то я рассчитываю что химьяр Арбелу возьмет а я а мне нечем брать да тут мы сейчас один отрядик доберем ну пока дойдет дело до базов я думаю что я как-то успею сгруппироваться для атаки потеря в окружении это мы уже видели приобретенные способности тоже видели особая особенность немилости тигран лично я не не судим заход да какой-то вот он у нас такой а денег нет а почему а что это такое а что мы можем загадать скорость на поле боя плюс 5 новых конных отрядов это понятно а ковка оружия точно 100 ну ничего себе вот так заговорили ну ладно не сезонные условия набраны отряды это так давайте уже доклады битвах новая в окружении защитник гар авторитет интересно тиара тоже гарл на влияние полководца но это уже получше смерть в бою военные традиции сыны медведей уже апгрейдили их разграблено бассейн захвачен морской регион игейское море территориальное спор захвачена провинция азия да азия захвачена это я был вот так тут у нас вот-вот исследование закончится это тоже не может не радовать азия что-то зависло они как-то не решаются куда-то атаковать вот эти ребята я думаю что готовятся к атаке но сюда да фессалоник они не добегут мне сейчас наверное придется в следующей серии разрываться на два фронта ох тут у них куча стрелковых отрядов лучники анагры боевые псы вас ждут уже ждут не дождутся этот товарищ тоже отдыхает кстати где вот еще красота какая прыгает в кесарию в себе и даже да нет наверно пока подождет пускай они тут и сидят вы ребятки тоже не зевайте прыгайте сюда в танаис и тут у нас ну в целом вообще все красиво пока пока все красиво выглядит очень даже красиво войска добирается да давайте пропустим ход и посмотрим на его результат мордаусь чего хитрости мы уже ему на поле по полной программе но хитрости много не бывает почему потому что содержание войск уменьшается значительно давайте наверное вот так вот сделаем но уже как бы так лояльно и вот так и ты где у нас мордаусь надо вместо него кого-то сюда другого полководца такого попроще запихнуть мордауся мы перебросим наверное вот сюда в тост давай внестись припрыжку и пропускаем ход итоги хода недолгожданный мятеж в Азии небрачный ребенок лик молодец небрачный ребенок мордаусь ты что-то уже это превзошел все ожидания небрачный ребенок да 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 ладно небрачный ребенок опять как-то успеваешь так политическая обструкция руса не страшно спарагомир не страшно Гар получил должность эти ребята все на должности всем довольны так где мятеж вот мятеж мятеж это хорошо так а вы кто такие куда вы 20 с 20 прыгаем обратно вот сюда в картину 11 нас тут эх ладно лимит по времени мы исчерпали я бы конечно еще юзал и юзал было бы очень интересно но тем не менее спасибо вам за внимание жду ваши комментарии советы подписывайтесь на наш канал всем всего самого лучшего всем до новых встреч до новых